Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Матфея с 25 стиха 4 главы по 13 стих 5 главы. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Во время Оно по Иисусе и Доши народе мнозе от Галилеи и десяти град и от Иерусалима и Иудеи и Саонога, Полу и Ордана. Узрев же народы, взыдя на гору, и седши ему, приступиши к нему ученицы Его, и отверз уста своя, учаше их глаголя. Блажени нищие и духом якотех есть царствие небесное, блажени плачущие якотие утешатся, блажени кроцы якотие наследят землю, блажени алчущие и жаждущие правды якотие насытятся, Блажени милостивии якотие помилований будут, блажени чистие сердцем якотие Бога узрят, блажени миротворцы якотие сынови Божии нарекутся, блажени изгнаний правды ради якотех есть царствие небесное, блажени истегда поносят вам и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вылжущие, мене ради. Радуйтесь и веселитесь, яком сда ваша много на небесех. Так оба изгнаши пророки, и же беша прежде вас. Вы исте соль земли, аще же соль обуяет, чим осолиться, не во что же будет к тому, то, чую да и сыпана будет вон, и попираема человеки. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время за Иисусом следовало множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из Заярдана. Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверзший уста свои, учил их, говоря, блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Сегодняшние слова Евангелия, дорогие братья и сестры, представляют собой начало Нагорной проповеди Спасителя, изложение которой Евангелист Матфей открывает так. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверзши уста свои, учил их». В греческом языке фраза «отверзший уста» имеет несколько значений. Во-первых, торжественное, величественное высказывание. Во-вторых, слова, исходящие из глубины сердца, раскрывающие сокровенные мысли, когда между оратором и слушателями уже нет никаких барьеров. И здесь уже самоупотребление этой фразы указывает на то, что предметом Нагорной проповеди было не какое-то случайное учение, а торжественное и важное изложение глубинных откровений Сына Божия. Святитель Иоанн Златоус также замечает, что прибавлено «отверз уста свои», чтобы ты познал, что Он учил даже и тогда, когда молчал, не только когда говорил. «Учил, то отверзая уста свои, то вещая делами своими». «Блаженны нищие духам, ибо их есть Царство Небесное». Рассуждая о первом блаженстве, святитель Хроматий Аквилейский пишет. «Блаженны те, кто, презрев богатство мира и отвергнув мирское имущество, чтобы стать богатыми в Боге, захотели стать бедными в мире. Хотя миру они кажутся бедными, но для Бога они богаты. Они терпят нужду в мире, но богаты для Христа. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Под плачущими в большинстве своем отцы церкви понимали скорбящих о своих грехах и грехах ближних, что приводит к покаянию, а значит, к духовной радости. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блаженный Августин понимает под кроткими тех, кто уступают нечестивым и не противится злу, но побеждают зло добром. Поэтому далекие от кротости спорят и сражаются за земные вещи и приходящие вещи. Блаженны же кроткие, ибо они наследуют землю, с которой не могут быть изгнаны, то есть землю Царства Божия. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Алкать и жаждать правды значит стремиться к правде Божией, искать ее, и чувствовать потребность творить дела этой правды. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Блаженный Иероним замечает, под милосердием разумеваются не одни только милостыни, но и снисходительность ко всякому греху брата. Тогда мы будем носить тяготы один другого. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». В данных словах речь идет о тех, кто с чистым разумом и безупречной совестью живет в вере в Бога, то есть, по слову преподобного Серафима Саровского, хранит свое сердце от непристойных помыслов и впечатлений. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Усыновляет Господь тех, кто прекратил внутреннюю брань, то есть подчинил тело духу, и тех, кто водворяет мир и в других, живущих в раздоре. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». «Правда – это всякая добродетель Христа ради, которая всегда противна миру греховному и порочному. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня». Блаженный Феофилакт, размышляя о данных словах, пишет, что не просто поносимый блажен, но только поносимый за Христа и ложно. В противном же случае он несчастен, потому что для многих служит соблазном. И эти слова Господь обратил к тем, кто в будущем должен был претерпеть за него страдания и смерть. Во всех этих блаженствах нет глаголов, а только краткие причастия. Это особенность еврейского языка книг Ветхого Завета, когда речь идет не просто об утверждении, а о восклицании. И это крайне важно, так как из этого следует, дорогие братья и сестры, что блаженство – это не просто надежды на будущее счастье, а реальное состояние учеников Христовых уже здесь и сейчас, то, к чему мы с вами должны стремиться. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех, гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok